Приветствую вас, и вы знаете, вот то, что вы описываете, я бы очень хорошо назвал бы некой такой зависимостью от молодого человека. То есть, я, конечно, понимаю, что он вам дорог, я понимаю, что вы, возможно, хотите с ним быть, я понимаю, что он вам дорог, но ситуация такова, что мужчина как-то уж слишком откровенно вас... Используется, что ли, слишком откровенно он вас как-то, знаете, оставляется все время на запасной план, и это, знаете, не есть хорошо. И вопрос, который у меня к вам, это, пожалуй, только одно. Почему вы это терпите, и отвечая на то, как вам вести, я могу сказать, что, знаете, в отношениях всегда важно, как человек относится к вам, чтобы вы чувствовали себя любимой, чтобы вы чувствовали себя востребованной, да, чтобы вы чувствовали, что вас, вас мужчина ценит, уважает и любит. А в вашей ситуации, ситуация, в вашем случае, ситуация совершенно не такая и совершенно она другая. А мужчина здесь, в вашей ситуации, просто-напросто использует вас для своих каких-то целей, для своих взглядов, для своих желаний и, собственно, все. Понимаете? Понимаете? То есть, момент здесь заключается именно в том, что ваш мужчина вас не уважает. Ваш мужчина не считает, что вы для него что-то ценное и связано это с тем, как вы себя ставите в отношения. Я хочу, чтобы вы, знаете, чтобы вы особенно хорошо постарались вот этот момент понять. то, как вы ставите себя в отношениях с ним, то, как вы позиционируете себя в отношениях с ним, заставляет задуматься о том, насколько вообще вы умеете выстраивать отношения, насколько вы вообще можете выстраивать отношения, насколько у вас есть самоуважение, насколько у вас есть любовь к себе. Понимаете? Вот это на самом деле все очень важно, потому что у меня нет ощущения, что вы в этих отношениях, что вы защищаете твой интерес. У меня нет ощущения, что в этих отношениях, да и в других отношениях тоже, вы как-то заботитесь о себе, как-то цените себя и так далее, и так далее. Это очень плохо, вы знаете. Я хочу сказать, что, знаете, мужчина, вот ваш мужчина, он явно не заинтересован в том, чтобы прямо-таки быть с вами. Мужчина явно не заинтересован в том, чтобы вступать в отношения с вами. Вступать в отношения с вами и мужчиной явно не заинтересован в том, чтобы поддерживать эти самые отношения на таком, знаете, ну, достойном уровне, понимаете. Вот. И я хотел бы, чтобы вы для себя этот момент постарались все-таки как-то уяснить, чтобы вы постарались его как-то дополнить, чтобы понять, чтобы вы не тешили себя ложными надеждами, ну, и так далее, и так далее, и так далее, понимаете. Вот. Вести себя я бы вам рекомендовал на самом деле сдержанно. Вот. Шансов ему давать не стоит, он явно себя зарекомендовал как человека, которому вообще-то нельзя доверять, и вот это на самом деле является здесь определяющим. Вот. Но мне бы вместо тем хотелось бы, чтобы вы для себя хотя бы, чтобы вы хотя бы для себя постарались понять, вам этот мужчина, он, собственно, зачем? Почему вы так сильно держите за него, и что вы хотите от него получить? Зачем он вам так нужен, понимаете? А пока вы не будете к себе относиться лучше, пока вы не будете любить себя, пока вы не будете думать о себе, о своих интересах, пока вы не начнете свои интересы защищать, и пока вы будете продолжать действовать вот именно, именно вот в какой позиции, именно в таком направлении, я боюсь, что у вас будут продолжаться проблемы, которые вы сейчас испытываете. Вот. То есть в этой ситуации надо понимать, что удобно всем, удобно всем, кроме вас. Вам в этой ситуации неудобно. Вам в этой ситуации, вы в этой ситуации находитесь на позиции человека, который, ну, по сути дела всегда крайний позиция жертвы и так далее. Вот. И надо сказать, что мужчине вообще, мужчине такая позиция нравится, его совершенно устраивает, что вы себя так ведете. Мужчина устраивает, что вы позволяете, значит, с собой так себя вести. Вот. Мужчине это нравится. И если вы хотите, если вы хотели бы ситуацию поменять, как-то вот изменить его в лучшую сторону, то я бы вам рекомендовал бы начать, во-первых, с повышения уважения к себе. Я бы рекомендовал бы вам в первую очередь начать с того, чтобы больше думать о себе, больше заботиться о себе и не позволять давать себя в обиду. Знаете, вы написали много в этой, ну, по теме своей проблемы, вот, но по сути дела, получается, что вы просто-напросто, знаете как, вы перечисляете свои проблемы, да, вы перечисляете свои трудности. Но при этом вы совершенно не желаете брать ответственность за то, что происходит. Вы почему-то совершенно безоговорочно верите мужчине, да, верите мужчине, значит, в том, что он делает. Но почему вы верите ему так безоговорочно? А что заставляет вас верить ему? А если вы подозрительный, если он вам врет, значит, его что-то не устраивает. Я имею ввиду, с вами его не устраивает что-то. Вот. И если это так, то опять же, момент здесь только такой, что вам нужно что-то менять. Вам нужно менять свою, по сути дела, линию поведения. По-другому ситуация не из транса, к сожалению. Вот если вы готовы это делать, если вы готовы, вот, работать в этом направлении, то я думаю, у нас все получится и проблем никаких не будет. Ну, а если вы не готовы, если вы просто, значит, спрашиваете нас, что вам делать, то, допустим, остаться будет, к сожалению, плачем. Вот. Вы хотите сохранить отношения, но хочется этого мужчины. Вот. У меня, например, есть столько ощущений, что ему это вообще не нужно. Ему не нужно сохранять свои отношения. Он вами не очень сильно дорожит. А вы, получается, им дорожите гораздо сильнее и сильнее. И именно вот из-за того, что вы дорожите им гораздо сильнее, мужчины знают, что никуда вы от него не поднимите. Что всегда вы будете с ним. И что он всегда может рассчитывать на то, что вы будете рядом. И, соответственно, понимаете, вот эта вот ситуация, ситуация, когда мужчина не боится вас потерять, она достаточно прощерна. Потому что в вашем случае, в вашей ситуации только вы боитесь человека потерять. Он вас потеряет, не боится. И при таком раскладе нельзя выстраивать отношения нормальные. При таком раскладе не получится выстроить гармоничные отношения. Тем более, если мужчине, как вы говорите, ему все нравится, его все устраивают. И как бы менять что-либо он не хочет. Не хочет совсем. Вот. Поэтому в этой ситуации, я думаю, вам нужно показать ему, что вы не собираетесь терпеть то поведение, которое вам не нравится. И вы будете, значит, с ним только на ваших условиях. Ну, просто потому что вы уже достаточно терпели его условия, его претензии, его, значит, его взгляд, его видение. А вообще, я вам хочу сказать, что по вашему описанию, совершенно очевидно, что мужчина такой довольно эгоистичный. И эта эгоистичность, она вряд ли куда-то денется, она вряд ли куда-то уйдет, она, скорее всего, не исчезнет. И либо вы, значит, что делаете, либо вы безоговорочно примете поведение мужчины, то есть тогда вы, тогда вам не нужно, значит, как-то развещаться, тогда вам не нужно качать дрова свои. И прочее, 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 прочее. Все это делать вам пока не нужно в этой ситуации, потому что, на самом деле, все уже, как бы, сделали за вас в этой ситуации. Вот. Если же вы хотите, чтобы вам было хорошо, если вы все-таки добудетесь о себе, если вы все-таки желаете себе что-то хорошего, если вы все-таки хотите, чтобы у вас отношения были здоровые, чтобы вы были счастливы, ну, нужно менять, в первую очередь, себя в этих отношениях. То есть, 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 не кого-то, а именно, именно себя нужно менять. Вот это вот самое главное. Потому что, если вы не будете менять себя, то боюсь, что, боюсь, что ситуация на улучшение не пойдет. Вот. Значит, на этом все. Надеюсь, что помог вам прояснить немножечко, прояснить немножечко вашу проблему. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, я вам помогу. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...